Видно, да? Видно. Хорошо. У меня вот для вас есть один вопрос еще. Давай. Почему вот Евангелие от Иуды убрали? Не хотят. Не понял. Почему те священники ранее, они убрали Евангелие от Иуды? Ну, и какой вопрос? Если убрали, значит, то убрали. Это делается не одним человеком, а соборно, церковь, апостольское правило, 85-е. Предание гласит так, что положили их Евангелие, было около 20-ти. Фомы, евреев, басилистка. И запечатали, ушли, помолились. Утром пришли, все валяются на полу, а четыре лежат на престоле. Так профессор Владимир Филимонович Марсенковский поясняет. Просто там от Иуды ничего-то непонятно, то, что вроде как до казни Иисуса, он же вроде повесился. Его нету, разговаривать не о чем. Его нету. Церковь не приняла, нам не надо блуждать. Выкинули его, и все. Сожгли, и больше нету. Нам его не надо. Зачем теперь нам? Я не считаю его, и смотреть не буду. Церковь, это голос Божий. И все. А так конца не будет. А почему нет от Фомы? Так можем эти вопросы щамкать, и конца не будет. Нам не надо. Церковь уже решила. Если ты не церковный человек, тебе разницы нету, блуждай один. Я христианин, православный, и мне это еще не надо. А вот еще, вот, как это, Иисус сказал же, что Он пришел только к Израилевым, к сынам Израилевым. Да. А вот, может, Он имеет в виду то, что Он только евреям, в смысле, чтобы Он пришел, а не к человечеству. А почему тогда все человечество так? Ну, вначале, а потом сказал, идите по всему миру, чтобы потом они не роптали. Обетование было дано еврейскому народу, не нам. А мы уже к ним пришли как в гости. Иначе они его обобвинили. Пророки говорили, что придет к еврейскому народу, а ты пошел сразу к самарянам. А он не пошел, чтобы и пророчество исполнилось. Спасибо. Итак, еще один вопрос был, то, что, ну, я лекции Осипова смотрел, вот, и у него спросили, то, что, если не крещеный, что сразу в ад попадает? Ну, как, ну, как, христиане так вроде говорят, если не крестился, то сразу в ад идешь. Откуда нам за? Ну, вроде так, христиане всегда говорят, если не крестился, значит, он не хотел крестить. А другое дело, обстоятельства были такие. Он родился, допустим, в Афганистане, ему 10 лет, он не крещен, и его убили. Господь будет судить его по совести. Написано, говорит, не имея закона, они сами себе закон. И Господь будет судить, как совесть его то обвиняла, то одобряла. Слушал ли он голос Божий через совесть? Это как Иисус, вот, этого бандита, вот, когда распяли же, он же принял, то, что сказал же, в район будет. Это мы считаем посланием кремлинам, 11 глава, там подробно все написано на этот вопрос. Ага, спасибо. Так, сейчас вспомню. Слава Христу. Мы говорим не спасибо, а спаси Христос. А, спаси Христос. Да. Так, а вот, еще Иисус же говорил, что после него придет еще один пророк, что он... Вы думали, нигде этого нету, один пророк. Да их пророков в каждой церкви... Нет, утешитель. Он сказал, утешитель придет. Нет, они говорят пророк, именно так, как сказали вначале. Этого нет нигде. Вот они всегда, а какой последний пророк? Они ждут, что я назову их руководителя. Последние пророки будут, Еноха и Илья придут с неба, их убьют. Они на улицах Иерусалима будут лежать три дня, а потом воскреснут, поднимутся на облака. Это в Библии говорится, откровение. Вот. А получается, они еще не пришли? А они ничего не знают, мусульмане, ничего. Я говорю, вы признаете Дуайт? Ну да. Это Давыд. Это Давыд так произносится по-вашему. Надо библейские имена-то давать, они такие там. Тамерлан захватчик был, Тамерлан душил людей подряд всех. А люди знать не знают. Вы знаете, что Тамерлан целые пирамиды из человеческих черепов сделали? Багдад. Когда он подходил к городу, жители выставили пять тысяч детей, маленьких, ну там до пяти лет, мальчики-девочки с розами. Он какое-то мгновение посмотрел, потом гекнул и растоптали всех. Это был воин. Тамерлан. Железный хромер. Да, да, да. Хромал. И вот, когда он подошел к Ельцу, в это время все молились, привезли икону Владимирскую. Это как будто бы Пасха была. Почему? Потому что Россия была на грани полного исчезновения. В эту ночь он молился, он спал, а ханы вокруг были. И они слышали, как он ночью что-то кричал, ворочался. И когда утром встал, он говорит, я видел, женщина явилась на облаках, необыкновенно величественная, и она погрозила мне, рядом старцы были с бородами, и сказали, если ты пойдешь вперед, ты сразу погибнешь. И он сказал войскам, разворачиваемся на юг. И сразу бросился на астраханского хана, который был извечный враг России. И сразу уничтожил его, и погиб неизвестно где, как в песок ушел, и вся армия рассыпалась. Вот что значит молитва православных. Ничего вас не слышно, голоса нет, посмотрите. Теперь слышно вас? Вот сейчас слышно. Ой, меня, точнее. Вот так. А этот, как его, тогда в комментариях в ютубе, когда смотрел, там один мусульманин написал, а где именно, покажите мне в Библии, ну этот, Махди, или как его зовут, он там проповедник исламский. Вот. Типа ученые мусульманские, что ли, что такое. Он сказал то, что покажите мне именно, где в Библии написано, что Иисус сказал, я Бог, поклоняйтесь мне. Если вы такое найдете, то я тут же приму христианство. Не примет он. И никто не примет. В начале, в самом написано, Евангелие от Мафея, это Иоанна, в начале было слово, с большой буквы, слово было у Бога, и слово было Бог. Какое еще доказательство? Нет, он имел в виду, где именно Иисус сказал, что он именно Бог. Они же как пророк его принимают, воспринимают. Так, 10 глава, 30 стих, Евангелие оттянут, я и Отец одно. Что непонятно-то? А Бог Отец и Бог Сын, я одно. Где он примет христианство? Никогда он не примет. Ну, я ему так и написал, то, что я и Отец одно. Ну, хорошо. И Христос не так. Теперь смотрите, когда привели там больной, там женщина была, и Господь говорит, иди, прощаются тебе грехи твои. Они сразу стали говорить, кто может прощать, кроме Бога? Как ты, человек, делаешь себя Богом? То есть все поняли, что он Бог. Вот доказательство еще одно. Они его сразу сказали, ты делаешь то, что только Бог может делать. Ты разве Бог? Они за это его распяли. Значит, он выказывал себя как Бог. Я Отец одно. Меня Отец послал. А Евангелист Иоанн пишет, что если кто не верит, что Иисус Христос пришел во плоти, то дух Антихриста во плоти пришел, не родился, а пришел. То есть он до рождения был на небе. Он вечный Бог. Он есть Бога-человек. Да, он как в Библии сказал, я был до Авраама. Вот тогда все разозвелись. Да, был я Есим. Ну, прежде, это еще тут скажет, недалеко. Они могут признать. А вот это, что я говорю, это не как. Вначале было слово, слово было у Бога. И он говорит, я Отец одно. А вот тогда, я вот вчера, или когда смотрел, ну, ученые, этот, археологи находили в Иерусалиме, или где, или где в Египте, ну, где Библия создавалась вот сама, этих апостолов. Сколько? Четыре, да, Евангелия? Или сколько? Четыре. Марка, Луки, Иоанна. Да. А ученые говорят, то, что по археологам, они находят больше четырех Евангелий. От Петра, или что такое. То есть, они ищут, больше заниматься нечем. Четыре, во всех Библиях написано, четыре. Четыре. Четыре стороны света. Вот оно. Да. Все я буду говорить. На еврейском языке, другого не было никогда. А как они появились тогда? Да мало ли как появились. Зачем мне это исследовать? К спасению никакого отношения не имеют. А я исследовал. Теперь, а это неправильно. Надо ехать в археологический музей. Сатана крутит. Лишь бы люди не верили в Бога. Мне некогда. Мне надо было исполнить написанное. Идти и благовествовать. Верить написанному. Видеть нуждающиеся в моей помощи. А я буду думать о динозаврах. А были динозавры или не были? Человек от молекулы умирает. А ты динозавра. Ну, то есть, конца... Ну, да. Ну, да. У атеистов как-то непонятно. То, что у них вроде... Они же верят фактам, то, что Бога нет, говорят. Ну, а у них-то факта нет у того, что Бога нет, к примеру. Но почему-то в это верят как же. Мы должны возвестить, а не убедить. Возвестить. Да. И поведут для свидетельства перед царями и начальствующими. Мы это сделали, сказали. А он не принял. А другой принял. Вот в прошлом году у нас в деревню приезжал мусульманин, принимал крещение. А у нас в церкви крещение деньги стоят. Это правильно, да? У нас бесплатно. Если до деньги, не крестить там. Это грех. Ну, я тогда просто спросил, крещение у вас столько стоит. Ну, столько-то столько. Ну, по нашим этим валютам. Ну, и свечки тоже продаются. Там, по-моему, все продается. Нельзя в церкви. Это, по-моему, неправильно. Свечи не чистые, не из воска. Все греховное. А вот у нас свечи не продаются. Покупают воск, сами льют чисто восковой с пасеки. Вот так. А вот у вас же есть, вот как православные посты, то же самое, что как в исламе, вот этот Рамадан. Ну, вот сейчас пост идет. Пост сейчас закончится, через полторы недели будет Пасха Христова. Да. А у них нету спасителя. Понимаете, я говорю, возмездие за грех смерть. Соглашаются. А как освободиться? Никак. А у нас спаситель Христос, а у них нету. Нету. Христос никогда не молился, не просил, что прости меня, Господи. А у них руководитель всегда просил. И все, весь ответ. У нас Христос, это Бог, второе лицо Троицы. Бог и человек. Вот Гессиммарский, он молится, да минует меня щаше сияет, а просит как человек. Но говорит, да будет воля твоя, как Бог. Вот как, вот Иисус ведь не говорил, то, что нужно соблюдать пост, он же ведь этому не учил, а это получается уже современно. Учил, учил, прямо учил. И говорит так, когда возьмется уже, жених, говорит, тогда будут поститься в те дни. В те дни. А вот мы теперь, среда, в среду, он, юда-предатель, договор заключил, а в пятницу предал. И круглый, почти, там кое-где есть такие недели, как пасхальные, сплошные. В те дни. Могут ли поститься цены чертога брачного? Христос говорит, ну, будет взят жених, и в те дни будут поститься. Вот его взяли, распяли, перед распятием, вот у нас как раз семь недель пост. Это Христос все и сказал, как это не говорил. Когда прямо говорил, или неправильно написал. А насчет бороды он ведь тоже не говорил. А говорить зачем насчет бороды? Господь не говорил ничего, что касается плоти. Плоть осталась та же. Он не плоть пришел искупить, плоть так же умирает. Он пришел искупить. Ну, тогда борода же, это, ну, как, не очень-то и важно же. Главное, что внутри получается. А в Ветхом Завете не важно, когда написано не порти края бороды твоей. У тебя ее совсем нету. Какие края? И далее, у Давида, когда слуг, услугам полбороды обрели, он не запустил в Иерусалим. Идите в город проклятия. Иерихон, как проклятый, сидите, пока борода отрастет. И они были... Нет, это я слышал. Они были очень обесчещены. А когда Дину изнасиловал там, ему, сын Сихемов, она была обесчещена. Обесчещена, это хуже изнасилование бороду трогать. Борода это знак власти над женщиной. Это подражание тому, что Бог сделал. Как это борода может мешать? Бог не создавал бы, если она мешает. А зачем брови тогда сделал? Зачем ресницы? Ну, чтобы вода не капала. что-то такое. Пот задержать, чтобы пот освести от глаз. это получается, вот когда вот изначально христианство образовалось, ну, то, что они следовали учению Христа, то почему произошло вот это вот православное, то есть каждый по-своему пошел как-то учиться. католики разделились только в 1054 году. Тысячу лет были вместе. А католики стали... А почему такое разделение? Ну, очень по-человечески понятно. Символ веры был составлен первый, второй царь, Никео-Царьградский называется он. На Никео первый был собор, а второй в Царьграде. и подписали католики, тогда не было католиков, там все одинаково верили, единая церковь. Не трогать, ничего не изменять. Они изменили, православные не подчинились. А может католики правы, может и правы, но они нарушили договор. Православные не подчинились. Они сейчас бреются, крещение отменили, только так, побрызгает им все. У них столько заблуждений, конца края нет. Но она церковь, потому что там сохраняется епископат. А я смотрел в Ютубе, как это, в католические церкви, где этот, как называется, где папа Рим? Нет, нет, они там что-то говорили, ну молились Богу, но как-то молились что-то Люциферу почему-то. Люцифер это Бог, что-то там такое. И там, ну название видео было написано то, что ну вот это католизм, это уже как сатана, сатану поклоняется. Не надо, не надо, зачем так говорить-то. Грех надо что брать, что заблуждения не вели, мы им говорим об этом. А не церковь настоящая со множеством заблуждения. А почему они тогда Люциферу молились? Никогда этого не было, чтобы молились. Люцифер наш Бог. Это обман. Никто, Люцифер это сатана с неба падший. Я знаю, да. Нет, он в смысле сам священник читал эту молитву. Я смотрел. Не знаю, не знаю. Зачем я буду говорить. Может быть, это сатанист какой-нибудь. Как можно ему молиться, когда написано избави нас от лукавого. Очень наш, так и считаем-то. И Господь говорит, сокрушит его под ноги ваши. Кремленам 16 глава 20 стих. Так что это обман. Не надо обманом тешиться. Не было этого и все. А он священник. Да может переоделся клоун какой-нибудь. Так, сейчас, секунду. А вот в Библии еще как-то сказано, что Бог есть совершенная любовь, как говорится. Да, Бог есть любовь. Да, если Бог совершенная любовь, то почему он гневается? А ведь гнев это есть зло. Это антропоморфизм называется, чтобы людям было понятно. Бог не гневается, не скорбит, не раскаивается. Написано, раскаялся, что сотворил человека. Чтобы нам понятно было явление. Бог говорит, простру сапог мойной дом. Ну что, Бог в сапогах ходит, что ли? Это показывает его всемогущество. Это образное называется очеловечивание, чтобы нам было понятнее, ближе. Вот почему написано, если Христа мы знали по плоти, то отныне уже не знаем. Мы знали Христа, который плакал, пить хотел, есть хотел, уставший был. Теперь такого нет Христа. Воскресший, всемогущий и все проще. По плоти Христа теперь мы нынче, сегодня такого Христа не имеем. Вот тогда еще один комментарий хороший прочитал. Там написано было, а каков смысл вот Иисус умер за нас и воскрес? То есть, смысл этого идти на то, что тебе все равно воскресит? В смысле, он знал, что все равно воскресит, и смысл этого всего все равно воскресит? Он взял грехи мира и пострадал за них. Какой смысл? Искупил? Это любовь его явлено к человеку. То есть, он в смысле знал, что он воскреснет? Знание размешает это. Он знал, как Бог. Еще из этого меня спрашивал, допрашивал один психиатр и говорил, вот Варвара Великомученица и Зоя Космодемьянская, вы считаете, чей подвиг выше? Я говорю, Зоя Космодемьянская. А почему? Потому что Варвара знала, что она сейчас ей отрубает пальцы, выкалывает глаза, режет груди, она только умрет, все опять пянущит, она такая же будет целая. А Зоя, Космодемьянская, у нее веры не было, она была комсомолка, она ничего не имея, она уходила навсегда, как кошка, как животное. Им показалось странно, что я так. А я сказал, что подвиг ее поэтому выше, потому что она ничего не ожидала получить. Ну да, то, что отличие от того, что вот как пророк Мухаммед, он же вроде как ненавидел что-то такое, евреев особенно, убивал это, или что-то вроде такое. Он отъездников все взял. Я говорю, вы верите, я им, мусульманам, я говорю, вы верите, что дуайт это Давид? Да. А почему он не написал хотя бы один псалом, а их 150? Потому что он на слух брал, где-то слышал, как можно было 150 молитв, ни одной не взять. Сулейман у них зовут, Сулейман это Соломон. А вот четыре книги в Библии, почему ни одной не сказал? Ни одного стиха нету. То есть он не имел в руках, он не понимал, не знал, а имя только ухватил, и все. Что непонятно-то? А получается, все мусульманы, мусульманы забуждают, все вот эти миллионы, которые верят? Они считают по-своему, так как есть. Я спрашиваю, кто писал Коран, Коран кто писал, почему они этого не указали? Почему не указали? Вам видно? Да, видно, видно. Они же говорят, что вроде Мухаммед написал. Нет, они говорят, с неба сошел, а он писал только. Да мне не надо знать, я просто говорю, что если это так, если они знают, то почему больше ничего не написано? Вот Мария, Мария, мать Иисуса Христа, она была родная сестра Моисею, которой там была Мария, А между ними ни один, ни два дня. Ни один, ни два. В смысле, потомок, что ли, или как? Был Моисей, который вывел народ израильский из египетского плена. У него была сестра, так вот, который пишет в Коране, они считают, что та, которая была за 1600 лет до Марии, матери Иисуса Христа, они родные сестры, а между ними 1600 лет. Но кто писал, то совсем Писание не знал. Нам все доказывать-то. Это любой ребенок знает. Когда был Моисей, когда Христос. Давыд на 600 лет отстоял, а от Давыда до Христа еще тысячу лет. Тысяча! И кто писал, он вообще не понимал, что это не родные сестры. Вот насчет Писания, я не знаю, я где-то читал или смотрел, то, что ангел Джабраил, Джабраил же? Да, Гавриил. Джабраил они считают. Ой, Гавраил. Гавраил и Джабраил. И то, что он сказал Мухаммеду, чтобы он писал, а Мухаммед, он не умел ни писать, ни читать. Там, ну, так, вроде так написано было, или я что-то слышал такое. И он что-то начал мучить Мухаммеда, чтобы он мучил, ну, чтобы он писал. Я не знаю точно, как. Восстановитесь, мне это не надо. Вот он у меня Коран, я на него целую книгу написал, сравнил все. Мне время тратить не надо на это. Он сказал, он сказал. Кто это сказал? Он часто падал, такой его трясучка была, беснование было натуральное. Только о чем пишут? Он сказал, ну, и только делом сказал. Это их религия, пусть разбираются. Я верю во Христа. Мне надо разобраться в Евангелии и соблюдать его. А у этих веда разных, у буддистов, я должен разбирать их? У рериховцев другое там есть. И зачем мне это надо? А как вы считаете, вот как тогда по новостям показывали то, что, не знаю, это в Сирии или в Тагестане, там у ребенка, ну, типа по пятницам или в какой день у него на теле появляется символ вот этого Курана, типа вот красный. Ну, то стигматы бывают, кровоточащие раны. Ну, и какое отношение ко мне это имеет? Ребенок, там разбираются родители. Мне это не надо даже знать. Голову мусором забирать. Забивать. Нет, Христос как же говорил, то, что появится чудо, лжи, ой, лже-чудо, вот это как. Это не является... Нигде этого нету, нету этого, не говорил. Не говорил. Нет, он когда сказал то, что когда приблизится время мое, появятся лжи Христы и лжи-пророки и будут лжи-чудеса, вот это. Нет, это лжевые пророки, да, вот это делают. И они будут говорить, там Христос здесь, не верьте, не ходите, не гоняйтесь. Он придет с неба, как молния на облаках. И все воскреснут из мертвых. Вот это мы должны знать, чтобы оказаться на правой стороне. А это все... А как вы... Не надо все собирать это. Это люди верят по-своему, каждого свое. Пускай они верят. Он избрал такой путь. Я избрал путь идти по Евангелию, по Святой Библии, за Христом. Я получаю ответ, я молюсь, я ответ получаю от Бога. Для меня... А как вы относитесь, к примеру, как Ванга, она от Бога, вот этот дар? От какого Бога? От маленькой буквы, от Сатаны. Она ведьма была. Волшебница. Ну, вот как ее торнадо подняла, она слепла и видела... Ну, в смысле, пророчество. Дальше ответил. Вопрос кончен. Я сказал, она не от Бога. Ей Сатана являлся. Ее там подняла, упала, глаза запорошила и проще. Сахар надо, она на сахаре там гадала. Этого нет в христианстве. В христианстве так, да будет, и явилась. Перекрестился, и враги рухнули. Вот это... А у этого у нее ничего не было. Она не христиан. Ну, она... Она сказала то, что в будущем Россия будет державой и духовной. Сказала. Мне не интересует, что она сказала. Я знаю, что все разваливается. В Бога не верят. Священники многое поступают неправильно. За это они ответят. Крещение правильно не преподают. Так, минутку гляну. Если вопросов нету, ко мне пришли люди. Давайте прощаться будем. Больше нет? А, все хорошо. Тогда придете. До свидания. С Богом. Все, до свидания. С Богом. Спасибо. Давай не...